Киловатт энергии всего за 2 рубля? С Автономгазрегион это реально! Компания предлагает генераторы, работающие на природном и сжиженном газе. Благодаря этому дешевая электроэнергия становится доступнее как для предприятий, так и для частных владений. Улица Щерса, 95, офис 223, телефоны 79, 40, 50, 79, 40, 60. Для подписавшихся в соцсетях специальные цены. Серьезный прирост за выходные диагноз коронавирус подтвердился у 116 кировчан. Число заболевших COVID-19 в Кировской области увеличилось до 465 человек. Из инфекционных госпиталей выписаны 38 человек. В областном правительстве сообщили, что все пациенты находятся в состоянии различной степени тяжести. Большинство заболевших все же чувствуют себя неплохо. Их состояние оценивается как удовлетворительное. А вот три пациента сейчас находятся в реанимации. Информации о том, подключены ли они к аппаратам ИВЛ, пока нет. Еще 8 заболевших, которые отказались от госпитализации, продолжают находиться дома. Их должны госпитализировать принудительно. Но когда это произойдет, не сообщается. Пока в области стремительно растет число заболевших, кировские охотники встретились с чиновниками. Они просили разрешить весеннюю охоту. Но глава региона и главный санитарный врач ответили отказом. Охотники из других регионов захотят приехать к нам. Эта миграция, она недопустима просто. Потому как вокруг нас тоже регионы и тоже с неблагополучностью данных видов. Там также катастрофически растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Если мы сейчас все это не поймем, то, извините, ситуация может быть значительно серьезнее. Представители кировских охот-сообществ предложили распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса и на отрасль охотничьего хозяйства. Губернатор Игорь Васильев ответил, что даст поручение региональному министерству эконом-развития проработать этот вопрос.